Почему не исполняются ваши желания? Есть две причины, почему это происходит. Возможно, вы мечтаете о счастливых отношениях, о бизнесе, о творческом развитии, и в принципе хотите чего-то добиться в жизни, ставите перед собой цели, но по какой-то причине этого не происходит. Вот о двух причинах я буду сейчас рассказывать, и, конечно, в конце этого видео я дам просто идеальную схему для того, чтобы вы ставили перед собой цель, мечтая, и достигали результата. Сейчас же очень модно из разных утюгов кричать «визуализируй свою мечту», «представь себя богатой», «представь себя успешной», «представь себя в счастливых отношениях», ну а по факту ничего и не меняется, и не происходит. Единицы людей добиваются успеха, другие почему-то стагнируют и ничего не получают. Давайте будем разбираться. Первая причина, о которой я, конечно же, хотел сегодня сказать, это ваша мотивация. И очень часто мы обнаруживаем следующие проблемы. Давайте начнем с того, что разберем, какими могут быть мотивационные ресурсы. Мотивация состоит из двух составляющих. Есть внешняя мотивация, экстренсивная, есть внутренняя мотивация и интенсивная. Так вот, очень часто женщины начинают мотивировать себя не за счет того, что они действительно хотят прийти к результату и получать удовольствие, а внутренняя мотивация, интенсивная, основана на внутренних страхах, переживаниях и тревожности. Допустим, женщине 37 лет, у нее нет детей, у нее нет семьи, мужа. Она видит, что все подруги выходят замуж, и она ставит перед собой цель, во что бы то ни стало, в течение года-полутора, выйти замуж и забеременеть, родить ребенка. Естественно, такие поступки и действия приведут женщину к чему? Она да, может добиться какого-то результата, да, она может встретить мужчину, но не факт, что эта женщина будет счастливой. Почему? Потому что ее внутренняя мотивация, она нездоровая, она несет в себе деструктивную форму. При этом, если мы говорим про внешнюю мотивацию, например, она может быть в основании этой внешней мотивации, может лежать что? Это просто элементарная зависть, когда женщина завидует успешным подругам, счастливым подругам, каким-то знакомым своим, что у них что-то получается. Кто-то бизнес открыл, кто-то магазин, кто-то салон красоты, кто-то запустил производство влажных салфеток, кто-то там начал кактусы выращивать. Бывает такое, что женщина, например, достигает результата, но не получает от этого удовольствия. Отношения несчастливые, либо бизнес развалился, в долги влезло, и, в общем, все потерпело крах. Кстати, если у вас такое было в жизни, когда вы вроде бы достигали результата, но оставались недовольными, поставьте лайк этому видео. Так вот, давайте пойдем дальше. То есть, если под первым пунктом подводить такой маленький под итог. То есть, с одной стороны, мы видим женщину, которая мечтает, визуализирует и ставит цель, ориентируясь на страх, тревожность и беспокойство. Это заведомый проигрыш. С другой стороны, внешняя мотивация, где она что, где она завидует, хотела бы повторить судьбу своих знакомых и подруг, и тоже терпит поражение. А почему может так происходить, что женщина достигает результата и не получает удовольствия? Дело в том, что сейчас очень развиты социальные сети, и в социальных сетях мы можем увидеть людей, которые говорят про успех успешный. Вот я работал на фабрике, теперь я миллионерша. Вот я работал официанткой, теперь я имею свой швейный цех. И иногда, даже не иногда, а часто женщины присваивают себе не свои мечты. То есть, они хотят стать успешными в предназначении другого человека. Думая, подходя к этому вопросу не с позиции того, а будет ли это отзываться у меня, а с позиции, допустим, заработка денег, какого-то социального статуса. И, конечно, достигая результата, они просто-напросто разочаровываются и впадают в состояние апатии или даже вообще депрессии, с которой потом выбираются при помощи психолога, психотерапевта. Я, между прочим, часто по поводу предназначения успеха женщины говорю у себя на программе «Я такая одна, удобная или уникальная». Вы же наверняка слышали фразу «У меня ощущение, что я живу не своей жизнью». И на этой программе я рассказываю про установки, убеждения, навязанные сценарии, родовые сценарии, приобретенные сценарии поведения, чтобы женщине помочь разобраться в том, а тем ли путем я иду. Потому что да, вы можете прикладывать массу усилий для того, чтобы быть успешной, но успех для каждой женщины – это что-то очень индивидуальное. Поэтому регистрируйтесь на мою программу. Ссылка находится в описании под этим видео. Принимайте участие бесплатно и из любой точки мира. Программа состоит из пяти вебинаров. С понедельника по пятницу мы с вами будем разбирать пять актуальных тем. И моя настоятельная рекомендация. Даже если вам кажется, что какой-то из вебинаров вам не подходит или не относится к вам, в любом случае посмотрите его. Они все взаимосвязаны между собой. Вторая причина, из-за которой у вас не получается реализовать свои мечты, добиться результата и достигнуть поставленных целей. Это, конечно же, биохимические процессы, которые происходят в нашем организме. Вот есть люди, которые прямо зависают в мечтах, зависают вот в этой системе визуализации, когда они используют визуализацию чуть ли не как обряд определенный, ежедневный. При этом они еще подключают к этому работу с аффирмациями. И вот она просыпается утром, ходит, занимается своими делами, собирается на работу, чистит зубы, идет в душ. И у нее эти аффирмации, значит, звучат. И она себе повторяет, ты будешь успешной, богатой, счастливой. У тебя будет бизнес. Она себя представляет в этом состоянии. Но при этом даже не задумывается, что в этот самый момент дофаминергическая система начинает отрабатывать по полной программе все свои функции. У вас повышается уровень дофамина в организме. А дофамин такой наркотик, гормон наркотический, который вызывает очень сильное привыкание. Это что? Гормон поощрения. То есть вы еще не достигли результата, а дофамин уже выработался, как будто бы вы достигли результата. И по факту, когда вам что-то приходится делать для достижения цели, у вас дофамина уже нет. У вас опускаются руки, потому что нужно предпринимать какие-то действия. А во время действий что происходит? Ваш мозг начинает перераспределять энергию и понимает. Так, какой уровень удовольствия, радости и наслаждения я получаю, выполняя вот эти конкретные задачи? Никакой. А в каком месте я получаю очень много удовольствия, радости и наслаждения? Визуализации и мечты. То есть там еще ретикулярная формация отрабатывает свою функцию. Представляете? И есть люди, которые действительно становятся такими гормональными наркоманами, дофаминовыми. При этом вы же понимаете, что, например, у дофамина есть свойство, когда он понижается в организме человека, вызывать такой откат определенный. Когда вы после веселой-веселой вечеринки оказываетесь, например, дома, на следующее утро чувствуете небольшой дискомфорт. Или, например, вы были в детском лагере, полетели на какой-то ретрит, где вас объединяла какая-то идеология, тема интересная, работа над собой, какие-то практики духовные. Вы были в единой семье, понимали друг друга, люди с общими ценностями. Там, конечно, уровень дофамина зашкаливает. Вы возвращаетесь домой в свою привычную систему ценностей. Дофамина уже недостаточная, у вас начинается самая настоящая ломка. Поэтому такие люди очень часто подсаживаются на визуализацию, для того, чтобы не мучиться и страдать. Давайте мы просто посмотрим на экранчик, я вам сейчас нарисую. Нарисуем вот такой мозг, не очень симпатичный. Вы представьте себе, вы начинаете визуализировать. Берем вот такую шкалу возрастания уровня дофамина до 100% в вашем организме. Вы визуализируете, визуализируете, мечтаете. Дофамин начинает вырабатываться. Вы получаете от этого кайф и удовольствие. Вы окрыленная такая вся или окрыленный, бегаете, рассказываете еще всем своим друзьям, что вот, я решила запустить свое производство. Они говорят, Галя, какая ты молодец, мы тебе давно говорили, ты же талантище. И дофамин достигает своих пиковых показателей. Естественно, это кайф. Проходит время, вам нужно что? Вам нужно заняться какими-то процессами, делами для того, чтобы получить в конечном результате какие-то плоды от своей деятельности. Но здесь уровень дофамина критически низкий в сравнении с первой шкалой. Естественно, опускаются руки. И опять же таки мозг, как я сказал, начинает определять, что для меня является наиболее простым источником удовольствия. И перенаправляет вас вот сюда. Вот здесь начинает формироваться прокрастинация. Вы откладываете на потом жизненно важные решения. Думаете, что вам это вообще никак не понадобится. Что есть какие-то более главные задачи, которые нужно решать. Но к цели не двигаемся. И когда вы приходите к личностному кризису, такому экзистенциальному. Главное, чтобы не экзистенциальному. А то я как-то общался с одной женщиной. Она мне говорит, что, вы знаете, мне кажется, я достигла своего экзистенциального кризиса. Возможно, кто-то и достигает анального кризиса. Но не в нашем случае. Мы сейчас будем говорить о более серьезных вещах. Я вам приведу другой пример. Смотрите. Ни для кого не секрет, что люди употребляют запрещенные вещества. Такие, как наркотики. Я не буду произносить там слух название этих веществ. Но вот есть такая удивительная таблеточка. Они такие разноцветненькие. Их очень часто использует молодежь, когда посещают ночные клубы. Для того, чтобы максимально, по их мнению, покайфовать и получить удовольствие. И вот съев такую таблеточку. Представьте себе. В обычной жизни, в обычной жизни девушки или там молодого человека. Уровень дофамина в его организме. Где-то вот колеблется в промежутке от 40 до 80 процентов. То есть, он способен генерить за счет своих творческих каких-то особенностей личности. Развитие. Какие-то ценности. Предназначение свое. Этот человек готов генерить вот такой объем дофамина. Мы сейчас не привязываемся к цифрам. Это такая примитивная математика. В момент употребления вот этого запрещенного вещества, в организме появляется дофамина столько, сколько человек не способен воспроизвести самостоятельно. То есть, это химическая стимуляция. Достигается 100% результат. А может быть даже и больше. То есть, это просто зашквар полнейший. Что происходит на следующий день? Когда уровень дофамина падает, на следующий день у этого парня или девушки начинается сильнейшая ломка. Нападает депрессия, апатия. Он плачет, сидит. Весь мир немил. Он не понимает, что с ним происходит. Почему он такой чувствительный? Почему такой инфантильный стал? Ко всему так остро относится. Его очень легко обидеть такого человека. Для того, чтобы выйти из этого состояния, что многие делают? Кто-то вновь употребляет вот такую таблеточку, чтобы дофаминергическая система вновь завелась и начала работать. Кто-то, например, употребляет более слабые, курительные, наркотические средства, для того, чтобы произошла выработка такого гормона, как анандомид, который успокаивает психику, начинает взаимодействовать на человека, расслабляющий, центральную нервную систему расслабляет. Вроде бы отпустила. Потом опять повторно. Опять отпустила. Естественно, у людей формируется вот таким образом очень серьезная зависимость от употребления запрещенных наркотических средств. И когда они пропадают из их жизни, начинается самая настоящая абстинентная ломка. Так вот, когда мы с вами говорим о визуализации, вы тоже можете себя загнать в состояние ломки. Когда вы без визуализации начинаете чувствовать себя неполноценной, вы испытываете в этом постоянную потребность. Мечтать, мечтать, мечтать и мечтать. Прежде чем, как я поделюсь с вами такой очень интересной фишкой, как все-таки добиваться целей, которые вы перед собой ставите, я еще раз напомню, что еще больше различных психотерапевтических приемов, диагностических инструментов я даю на своей программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Поэтому сразу после просмотра этого ролика переходите по ссылке под ним, регистрируйтесь, принимайте участие из любой точки мира абсолютно бесплатно. Еще очень важный момент, о котором я хотел сказать. Знаете, как в народе говорят, никогда не рассказывай никому о своих планах и целях. Успех любит тишину. И действительно, кто-то это даже относит к каким-то таким эзотерическим вещам, сглазы какие-то, порчи. Но по факту, чтобы вы понимали, когда человек очень много говорит о поставленной цели, как я уже сказал, он нагнетает выработку дофамина. И ему настолько нравится этим делиться с другими людьми, что такие люди, например, говорят, 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 ничего не сделали. Потом придумали новую идею. Опять говорят, 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 говорят о ней. Потом опять новая идея. А к действиям не переходит. Почему? Потому что, когда он предпринимает какие-то действия, там нет дофамина. Для того, чтобы эту ситуацию исправить, мы должны с вами использовать очень классный прием. Причем это не какое-то волшебство. Вы так устроены. И ваша задача, прислушавшись, просто проэкспериментировать для себя. Первое, с чего бы я хотел начать. Ни в коем случае никогда не визуализируйте на ночь. Потому что, когда вы ложитесь в постель и начинаете визуализировать свой успех, поставленные цели, какая вы умничка и молодец, весь выработанный дофамин повлияет на то, чтобы вы спали хорошо, у вас там какие-то чудесные сны снились, какие-то сказочные единороги бегали вокруг, и вы проснулись под впечатлением. Но по факту, когда вы проснетесь, у вас не будет сил и энергии что-либо делать. Я вам приведу элементарный пример. Женщина сидит, смотрит какой-то фильм, где, значит, мужчина бросает ее, уезжает в другую страну, оставляет ее одну с детьми. Она вся такая бедная, несчастная, ищет себе работу, потом устраивается на вторую работу, потом у нее начинается успех в жизни, она понимает, что ей нужно похудеть на 20 килограмм, она идет в спортзал, она там пашет, это все сопровождается музыкой. Естественно, в этот момент вы чувствуете, как повышается уровень дофамина в организме, у вас мурашки по телу, вы так рады за эту женщину, господи, какая умничка. Фильм заканчивается, и вы себе говорите, все, с завтрашнего дня, я веду здоровый образ жизни, заводите будильник на 6.00, чтобы проснуться и побежать на пробежку, в это время вы еще в этом состоянии дофаминового, выбрасываете из холодильника майонези, колбасу, все острые продукты, чтобы у вас аппетит не разыгрывался, все нахрен выбросили, в помойку смыли, сигареты утопили, легли спать. За ночь дофамин успокоился, все нормально, все хорошо, и тут в 6.00, вы открываете глаз, господи, какая пробежка, нет, нет, не сегодня, завтра, что-то я сегодня себя плохо чувствую, и не побежали. Подошли к холодильнику и начали автоматически искать те продукты, которые были для вас источником радости и удовольствия. И мечты и визуализация на ночь, они вообще неуместны. Планы какие-то, там что-то подумать, свести, подвести итоги дня, так, завтра то-то-то, у меня надо поехать туда, это еще допустимо. Что мы с вами должны сделать? Наша задача научиться мечтать правильно. Давайте посмотрим на экран. Еще раз нарисуем наш кривой мозг. Но он у нас не кривой, но у меня он такой получается, на картинке кривой. Вот смотрите, вот красненьким у нас будет обозначена шкала, которая отвечает за выработку дофамина во время того, как мы мечтаем. Вот мы сидим, мечтаем. Синеньким у нас будет обозначена шкала, это тоже красненький. Сейчас. Синеньким у нас будет обозначена шкала, которая отвечает за выработку дофамина во время каких-либо действий. Моя рекомендация, Всю визуализацию, мечты, искусственное нагнетание выработки дофамина устраивать в первой половине дня. С утра проснулись, открыли глаза, осознанно уделите 5 минут времени, помечтали, повизуализировали, пришли в состояние более осознанного пробуждения, пошли в душ, заваривать себе чай, кофе, завтракать. И все это время мы визуализируем, представляем, мечтаем, можем даже те же аффирмации послушать, они здесь будут вполне уместны. Для чего? Для того, чтобы повысить уровень дофамина в своем организме. Вы представьте себе, мы не будем привязываться опять к цифрам, вот он у вас достиг 60% в вашем организме. В этот самый момент вы что делаете? Вы берете и выполняете хотя бы одно действие для того, чтобы прийти к результату, то есть достигнуть свою мечту, прийти к своей мечте. То есть совершаем одно действие. И вот примеры элементарные. Женщина представляет себя и свой успех, она решила стать публичным оратором, мотивационным оратором, она представляет, как она меняет жизнь других людей. А почему она так решила? Потому что ей подруги, семья, ее окружение говорят, что она очень крутой оратор, она очень классно может мотивировать, очень классно настраивать, внушать человеку, что у него все получится, все будет хорошо. И она подумала, что ей тоже так нужно делать. И вот она ходит, мечтает, 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 мечтает об этом. Выработка дофамина пошла. Она садится за компьютер, либо за записную книжку и выполняет хотя бы одно действие, направленное на достижение мечты. Допустим, она созванивается с человеком, который будет ей помогать организовывать интернет-пространство, то есть вести ее социальные сети. Красиво оформить страничку, все будет в едином стиле. Она выполнила это действие. Вот здесь нейроассоциативно работа и действия начинают восприниматься как тоже источник удовольствия. Вот смотрите, почему люди говорят, я хочу работать в свое удовольствие, я хочу работать в наслаждение, я хочу работать в кайф. А это у одних так получается, а почему у других не получается? Потому что кто-то понимает структуру достижения цели, кто-то не понимает эту структуру. Поэтому наша задача это усвоить раз и навсегда. Я вам приведу очень простой пример. Вот, допустим, вы посмотрели какой-то фильм и вам показалось, что вы должны тоже заняться собой и стать фитнес такой милой бикини. Почему? Потому что такой фильм посмотрели, потому что прочитали такую статью, потому что кто-то рассказал. Уровень дофамина у вас вырос в момент визуализации и того, как вы мечтаете. Для того, чтобы закрепить эффект и ретикулярная формация зафиксировала действие как очередной источник удовольствия, как очередной источник дофамина, что мы делаем? Элементарные вещи. Встала и присела сто раз. Раз, два, три, сто. Походила, походила и еще пятьдесят раз присела. Походила и еще двадцать раз присела. Для чего? Для того, чтобы зафиксировать это состояние. В дальнейшем, вне зависимости от того, что вы будете делать, мечтать, либо сразу приступать к каким-то действиям, выработка дофамина будет и там, и там, и там. И вы просто попробуйте. Я не знаю людей, у которых это не работает. Вы таким образом тренируете свою нейронную сеть. Вы таким образом тренируете свои волевые качества. Вы таким образом создаете абсолютно экологичную и эффективную схему достижения цели. Мы сегодня даже с сыном в машине ехали и разговаривали. Я ему говорю, Николас, вот смотри, ты решил заняться чем-то. Он мне спрашивает, папа, что у меня так происходит часто? У молодежи это еще можно объяснить другими, конечно же, состояниями. Они действительно находятся в таком небрежном поиске себя. У них очень много, очень часто меняется мнение сегодня, он захотел одно, завтра другое. Это нормальная история. То есть, поиск себя и поиск своего предназначения. Но, вот мы с ним разговаривали. Он говорит, вот у меня часто такое бывает, что я загорелся какой-то идеей. И проходит несколько дней, я перегорел. И мы с ним реально вот в этот момент уловили сегодня. Вот смотри, ты загораешься какой-то идеей, начинаешь всем ходить рассказывать. Одному рассказал, второму, третьему, пятому, десятому. И ты, естественно, вырабатываешь много дофамина, кайфуешь. Но как только предстоит что-то делать, он уже не работает этот дофамин у тебя. И ты опускаешь руки. Ведь здесь же очень простая ситуация. Я вам приведу еще более простой пример. Например, вы представьте маленького ребенка, который мечтает об игрушке на Новый год. Вот он мечтает, что папа подарит ему большой зеленый такой, знаете, грузовичок, на котором он будет летом перевозить песок. И он написал это письмо Деду Морозу. Что в этот момент происходило с вашим ребенком? Когда он писал письмо Дедушке Морозу, уровень дофамина в его организме был просто на взрыве. Он написал, почему? Потому что ребенок, визуализируя, представлял, что он для себя хочет получить. И теперь представьте себе, на Новый год он получает что? Не грузовичок, а ящичек, в котором лежит лошадиное дерьмо. Кстати, анекдот по этому поводу я сейчас расскажу обязательно в конце этого видео. Как вы думаете, что выработается у вашего ребенка? У него выработаются, конечно, гормоны стресса. Точка. А вот если он получит действительно грузовичок, то феминергическая система отработает свою функцию полноценную. Поэтому я очень часто, даже у меня на программе удобно или уникально, я очень часто даю такие научно доказанные, апробированные инструменты. Не на уровне фантастики, не на уровне эзотерики, не на уровне каких-то неощутимых практик, а на уровне того, как устроен ваш организм, ваш мозг, ваша гормональная система, вегетативная, нервная и другие системы организма. Поэтому регистрируйтесь на программу, становитесь зрелыми психологически, узнавайте себя. Почему она называется удобная или уникальная? Очень многие люди думают, что я там рассказываю, что женщина богиня. Нет. Уникальная женщина – это которая знает, как она устроена. В прямом смысле слова. Ее психика, ее тело, ее органы, репродуктивная система и так далее. А удобная женщина – это которая ни хрена себя не знает и пытается узнать благодаря внешним источникам – мужчине, либо еще кому-то. Поэтому регистрируйтесь из любой точки мира, принимайте участие. Так вот анекдот напоследок. Семья, в которой растут два мальчика-близнеца. Один из них очень такой пессимистически настроенный пессимист, а другой оптимистически настроенный оптимист. Ну и родители, значит, решили им подарить подарки, положили эти подарки под елочку. И вот они просыпаются рано утром, смотрят, елка горит, какие-то коробочки. Ну и, значит, подбегают. И этот пессимист открывает, значит, коробку, смотрит. Там лошадка. Маленькая такая, деревянная. И он берет ее в руки. Блин, да она деревянная. А я хотел на колесиках, чтобы она была мягкая. И чтобы, когда на нее нажимаешь, она какие-то звуки издавала. Она такая маленькая, на нее даже не сядешь. Мне не нравится такая лошадка. Почему так несправедливо все? Оптимист открывает свою коробку, а там лошадиное дерьмо. Он такой, о-о-о-о, а у меня живая. Только убежала. Понимаете? Вот так же и здесь. Когда мы с вами меняем подход к мировосприятию, этот подход должен меняться на основании чего? На основании знаний. Эти знания должны получать и мужчины, и женщины. И все, что я сейчас рассказал, подходит и мужчинам в том числе. Потому что система здесь неизменна. И у мужчины также отрабатывает дофиминергическая система, ретикулярная формация. Все абсолютно идентично. Поэтому пробуйте, внедряйте новые инструменты мотивации и добивайтесь результатов для того, чтобы ваши мечты сбывались.